Когда-то молодые, энергичные и рвущиеся в бой. Сегодня это ветераны Второй мировой войны, многие из которых подошли к вековому рубежу или перешагнули его. Они тепло и со слезами на глазах встречают гостей накануне светлого праздника, Дня памяти и почестей, рассказывают о своей жизни и радуются всем сердцем, что их подвиги и дела не забыты. Абдукарим Маматкулов родился в 1925 году в Ташкентской области. Отправился на войну в 1942. Служил в 544 стрелковом полку. Был трижды тяжело ранен. Сегодня живет в городе Алмалык. 93 весна. Увидеть ее посчастливилось Абдукарим Муата, человеку, повидавшему на своем веку многое. И серые, окутанные праховым дымом военные дни. Счастливые, гордые глаза солдат, когда объявили о победе. И этот красивый расцвет своей родины сегодня. У почтенного ветерана большая семья дома всегда многолюдна. Приходят навещать и знакомые, и не очень, но безмерно благодарные за мирное небо. И каждый раз, говоря о событиях тех лет, наш герой вспоминает своих друзей. Много планов строил Абдукарима Маткулов в свои 17. Как и эти юноши и девушки, собравшиеся вокруг него. Но за него судьба решила иначе. Без права на выбор. Но даже если бы он был, говорит ветеран, долг перед родиной превыше всего. И какое счастье, повторяет он, жить в мирные, спокойные наши дни. Видеть прогресс родной страны. Ценить все это призывает молодых. Как зенец Ока. День за днем процветает наша страна. Создаются самые лучшие условия для людей. Желаю нашему народу только мира и добра. Спасибо главе государства, людям, что нас не забывают. С каждым боем часов, все дальше события 41-го, 45-го. Но не в памяти людей, в чьей жизни эти года оставили свой отпечаток. Их становится меньше. Таковы правила природы. А каждая уходящая секунда для нас, поколения сегодняшнего дня, как призыв успеть подарить больше внимания и заботы людям, благодаря которым есть мир в мире. И большой урок, чтобы ценили и берегли его.